Всем огромнейший привет! Меня просили Зьет Расклад на Сенсуал Вика Таро. И я не могла отказать. Колода действительно приятнейшая, мягкая, обволакивающая, очень мистическая, очень вот такая веканская. И достаточно интересно она влияет, когда ты на ней работаешь. Колода для меня в принципе новая, и я очень хочу от вас получить обратную связь, как она проигралась, как она отработала. Это будет ваша благодарность за это онлайн-гадание. Сразу скажу, что онлайн-гадание – это общий прогноз, и поэтому оно не может быть руководством к действию. Единственное, оно больше рассчитано для того, чтобы вы посмотрели с новой стороны на какие-то вещи и могли дать оперативную обратную связь. Итак, девочки, всего будет 5 вариантов. Расклад будет называться «Какой он видит меня?» Какой он видит меня? Вот такая коробочка Сенсуал Вика Таро. Тут еще достаточно старое издание, хорошее качество картона. Какой же он видит меня? 5 вариантов, загадывайте свой. 1, 2, 3, 4. И пятерочка, 5. Итак, мы начинаем прямо сейчас. Если вы загадали номер 1, ваша карта вот, и мы сейчас ее посмотрим. Номер 1. Что же у номера 1? Какой он вас видит? Выпала карта Солнца. Что такое Солнце? Вы всегда яркая. Вас всегда видно. Вы заметная, солнечная, позитивная энергия. В каких-то смыслах вы можете быть как ребенок. Вы умеете радоваться простым каким-то вещам. Вы умеете двигаться вперед, зажигать своим теплом, своей энергией. И конкретно вот в этом варианте, да, прорисовки, тут еще и быть хорошей напарницей. Делать все вместе и греть своим теплом, своим вот таким вот, грубо говоря, обволакивающим состоянием. Греть вас, давать заряд позитивной энергии и уметь радоваться простым радостям. И всегда вот иметь солнечное настроение и давать вот именно эту энергию, давать это тепло. Прекраснейшая карта. И прекрасно она вас думает. Номер два. Выпала карта шут. Ну, считает вас творческой натурой. Это как минимум, а как максимум может считать безрассудной дурочкой, глупышкой. Дело в том, что вот такой вот вариант девушек, да, дура дурой. Тоже очень часто мужчинам нравится, да. Также он может видеть вас ребенка. Молодую девчонку, безрассудную, глуповатую, дурковатую, безрассудную. Ну, вы знаете, вот такая вот дурковатость, да, и придуравошность, она тоже может нравиться. Возможно, он просто не знает, что от вас можно ожидать. Возможно, вы любите кривляться, как обезьяна, какие-то пародии на него делать, рожи корчить. Ну, бывает такое, да. Либо в целом какие-то необдуманные шаги предпринимаете, и он считает вас шутом, грубо говоря. В любом случае старший аркан, в любом случае он не знает, что от вас ожидать. И даже если вы та самая его маленькая дурочка, иногда это даже более выгодная стратегия, чем если он вас будет считать такую умняшку-умняшку. Ну, давайте посмотрим теперь следующий номер. Это номер три. Номер три. Номер три. Девятка Пентакли. Ну, что я могу сказать здесь? Женщина достаточно обеспеченная, любящая комфорт, любящая блага, умеющая радоваться тому, что у нее есть, умеющая приумножать то, что у нее есть, да, копить богатство, прекрасно вести бизнес, прекрасно его совмещать с материнством, и уметь создавать новые проекты, новые инвестиции. И вы видите, что есть, какие перспективы, из чего можно выжать еще больше прибыли, еще больше потенциала. И я бы сказала, что он видит, что вы очень практичная, обеспеченная, нет ранжира, но в то же время он понимает, что вы привыкли к хорошему, достаточно высокому образу жизни, к дорогим вещам, к дорогим заведениям. И нужно понимать, что вы достаточно, может быть, для него не так просты в плане материальном, да. То есть, возможно, он думает о том, что вы для него чересчур как бы дорогая женщина, да. И при этом, возможно, чересчур ему и скушен сейчас такой вариант, да, потому что тут все на высочайшем уровне и в материальном плане, и морально очень высокие стандарты. И при этом очень много такая женщина будет требовать, чтобы вы вкладывались в отношения, да. Плюс и материнство, и дети. И это не каждый мужчина хочет для себя на определенном этапе получить. Но в целом, безусловно, он понимает, насколько у вас высокие стандарты. И при этом он понимает, что вы можете и скушать вот эти вот яблоки, вот эти вот плоды, которые девушка пытается сорвать с дерева. То есть, при всей серьезности, при всей какой-то бизнес-леди, да, при этом умеет совмещать и материнство, и много детей иметь, и при этом и деньги капают от каких-то проектов, от каких-то инвестиций и правильных вложений. Следующая карта номер 4 для девочек, которые ее загадали. Давайте посмотрим ее. Вот такая у нас мать Пентакли, да. Она же вот так выглядит. Посмотрите, пожалуйста. Необычная совершенно карта. Очень необычная. И очень хочу вам ее показать поближе. Ну, конечно же, это женщина, которая любит, опять же, красивую жизнь. И опять же, она привыкла, чтобы ее обслуживали, чтобы ее обхаживали. Чтобы мужчина был подкаблучником, чтобы мужчина был вот где-то вот на лапках, да, подавал, обслуживал и, грубо говоря, гнул под нее спину, да. Чтобы мужчина был всегда вот на вторых ролях, а она в семье лидер. И в этой семье, безусловно, она мужик. И в этой семье, безусловно, она может больше зарабатывать, она может больше добиваться, но обслуживать ее будете вы, да, то есть, если мужчина. И он понимает, что, может быть, для него это не совсем просто, да. Где-то унизиться, где-то прогнуться, где-то стать на колени, где-то извиниться. Возможно, он понимает, что ему нужно в каких-то вопросах и каким-то очень дорогим подарком ваше расположение к себе вызвать. И он понимает, что это для него сейчас вот не особо вовремя, да. Вот такая вот карта. И такая женщина заставит прокнуть про себя. Она не будет уступать. И давайте посмотрим номер пять. Номер пять. Четверка кубков. Ну, тут все гораздо проще. Мужчина считает, что вы плакса, что вы сами любите себе создавать кино, вы сами любите себя накручивать, вы любите впадать в депрессию, вы любите грустить, обожаете сами себя загонять в пятый угол, в депрессию, в такое состояние, когда ничего не хочется. И те возможности, и те какие-то перспективы, которые у вас есть, вы их не видите, да. И как мне кажется, вот конкретно вы, пятерочки, мужчина считает, что вы сами портите, либо портили имеющиеся отношения. Вы сами их истребили, вылили потенциал, который был, избавились от тех возможностей, от тех задатков, которые были. А все то, что осталось, вы это не цените. Также под четверки кубков вполне возможно, что он считает, что вы не хотите отношений в плане совместной жизни, не хотите съезжаться. вас устраивает жизнь самостоятельной барышни, вас устраивает, вот ее называют эту карту, карты холостяков. И вполне возможно, ваш мужчина понимает, что вам хорошо одной. Да, вы можете иногда погрустить, вы можете иногда сравнить, вот насколько хорошо девушкам, у которых есть семья, но себя к такому вы еще не готовы допустить формату отношений. И вам проще несколько дней побыть в какой-то депрессии, попереживать, поплакать, что вот я одна, я сижу дома с кошками, но при этом свою свободу, да, вы не готовы ее отдать полностью, полностью во владение мужчине. Вот такой вот у меня получился расклад для вас, что думает о вас мужчина в данный момент. Я надеюсь, что он для вас был полезен. Колода была сенсуал викаторо. И, конечно же, я вам желаю, чтобы любая информация, которую вы получали, шла вам на пользу, чтобы любая информация однозначно нужна в проверяемости, да. и, конечно же, холодной головой должна быть, безусловно. И желаю вам всего самого доброго и находить точки взаимопонимания с любым человеком, да, с любым мужчиной, а с любимым мужчиной особенно. На этом все. Увидимся очень скоро. С вами была я, ваша Элитка Гадалка. Подписывайтесь на канал и колода сенсуал викаторо. Пока-пока!